Приветствую вас! Давайте разберём ваши вопросы. У меня сложный период в отношениях, мы 4 года вместе и скоро свадьба. Было много чего прожито и прочее, но я поняла, что нужно любить себя. И получилось так, а до конца я запуталась и не понимаю, то ли я так просто реагирую на что-то острое, то ли я просто поняла, что что-то неприемлемо для меня в отношениях. Но когда вспоминаю хорошее, кажется, что это я остро реагирую на всё, будто я не могу иначе, мне нужна вечная драма какая-то. С другой стороны, мне хочется, чтобы парень сделал что-то, а он меня не воспринимает и не слушает. И вот, в общем, как понять, ребят. Ну, самый лучший способ обратиться на психотерапию. На психотерапию вы как раз сможете лучше себя понять, именно за счёт того, что вам будет даваться обратная связь. И вы будете, как бы, пропускать её через себя и, соответственно, пропуская через себя на обратную связь, как раз таки и будет приходить понимание себя. Это первое. Второе. Вы пишете, мы четыре года вместе и скоро свадьба. Что вас объединяет? Что у вас общего с парнем? И какое значение имеет свадьба? Вы пишете, я поняла, что нужно любить себя. В каком моменте? В каком моменте? Получилось так, но в конце концов я запуталась. Запуталась в чём? Выглядит так, что себя в отношениях любить вы не можете. Дальше. Я не понимаю, то ли просто реагирует на что-то остро, то ли для меня неприемлемо. Согласен. Когда человек реагирует остро, его это задевает. Ему от этого больно. Понимаете? Ему больно от этого. Это означает, что здесь замечена проблема. А неприемлемо, это я понимаю, что не хочу так. Это протест. Это не боль. Но когда я вспоминаю хороший, кажется, что я остро реагирую на всё, просто не могу иначе. Это говорит о том, что вы в отношениях себя зажимаете. Вы поймите, вам не обязательно расставаться. Хотя, может быть, вы боитесь расставания, боитесь, что вас бросят. Вам не обязательно расставаться. Вам нужно просто изменить свою модель поведения, и вся модель отношений тоже изменится. Потому что действуют законы системы. Мне нужна вечная драма какая-то. А вот это про привлечье, про потребность во внимании. Это история про то, что вам нужно внимание. Вот. Это история про то, что вы хотите внимания. Но единственный способ это внимание получить, это устроить драму. А есть и другие способы получить внимание. Понимаете? Но эти способы нужно освоить, нужно увидеть, нужно понять. Как я ещё могу внимание получить? Это первое. Второе. А откуда вы знаете, что вам нужна драма какая-то? С другой стороны, мне хочется, чтобы парень сделал что-то, а он меня не воспринимает и не слушает. А вам хочется, чтобы парень что-то сделал для чего, чтобы что? Чтобы он вам что-то показал. Доказал. Что-то, чем вы сомневаетесь сам. То есть, вы здесь не берёте на себя ответственность, но вместо этого перекладываете её на другого человека. Тоже необходимо с этим работать, с принятием личной ответственности за то, что с вами происходит. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!